Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами опять я, Сергей Жордецкий, старший преподаватель кафедры генетики биологического факультета БГУ. Сегодня я решил записать видео по следующей теме, а именно биобезопасность препаратов, безопасность для людей. Эта тема навеяна разговором, который случился у меня в поезде. Я очень часто езжу в поезде, и, естественно, иногда возникают споры. Конечно же, сейчас людей очень сильно волнует тема ковида, и прозвучал такой факт, что во всём, ну не факт, предположение у людей о том, что во всём этом виноваты биологи. Конечно же, это меня задело. Кроме того, и прозвучала идея о том, человек сказал, что сейчас слишком много биологических препаратов. Ну, он, конечно, не так назвал. Это было сказано всякой дряни, из-за которой сейчас повально болеют все растения. И, конечно же, этот миф нужно как-то развеивать. И сегодня я попытаюсь это сделать. И, как всегда, так же, как я работаю со своими студентами, сложные вещи я попытаюсь объяснить простыми примерами. Человек, который сказал, что никогда не будет использовать вот эти вот биопрепараты, чтобы случайно самому не умереть, грубо говоря, сказал, что лучше будет использовать по старинке навоз. При этом все мы не задумываемся, что именно навоз и является самым старым биологическим, самым проверенным биологическим препаратом. А теперь немножко коснемся разнообразия тех биологических препаратов, которые представлены на рынке. Их стоит разделять по действующему веществу, которое входит в их состав. Здесь стоит разделять на бактериальные. Ну, естественно, это значит, что там действующее вещество бактерии. Грибные. Соответственно, грибы. Есть биологические препараты, содержащие в своем составе водоросли. И очень модные и относительно дорогие иностранные препараты, которые содержат вирусы. Страшное название. А сейчас поговорим о каждом из этих типов биопрепаратов. Почему их не стоит бояться? Ну, во-первых, сам принцип их изготовления, их открытия и использования. Возьмем, к примеру, биологический препарат на основе бактерий. Как такие препараты создают? Как правило, бактерии берут из известных банков. Как правило, опять же, это самый старый банк, который был еще на советском пространстве. Всесоюзная коллекция микроорганизмов и вирусов. Можно оттуда взять. Некоторые ученые берут пробы прямо из почвы, из тех мест, где хорошо растут растения, не болеют. И это правильно. Оттуда можно выделить бактериальную культуру, определить, что это за бактерия. Как правило, вы все знаете, что многие препараты основаны на сенной палочке. Когда мы говорим или когда читаем на этикетке, что биопрепарат абсолютно безопасен для человека, что это имеется в виду? Конечно, его нельзя пить. Конечно, его нельзя мазать на хлеб. Самый простой пример. Биобезопасность биопрепарата мы можем сравнить с биобезопасностью все того же всем известного перегноя, навоза или же компоста. Все мы знаем, что это абсолютно безопасное удобрение, очень хорошее удобрение, но никому не придет в голову после работы с этими, будем говорить, удобрениями, пойти и сесть за стол, не вымыв руки. То же самое и биологические препараты. Конечно же, сенную палочку не стоит, и раствор ее выпивать, даже если это споры. Конечно, вам от этого хорошо не будет, но безопасность, под словом безопасность, имеется в виду то, что обработанные растения, можно сразу же собирать с них плоды, овощи, сразу же буквально после обработки, но нужно обязательно их, конечно же, помыть. Почему не стоит бояться бактерий? Люди, вообще страхи основаны на том, что человек не знает, либо не видит. Бактерий мы не видим, мы о них мало знаем и поэтому боимся, хотя вся наша жизнь от них зависима. Если человека полностью очистить от бактерий, то в лучшем случае он заболеет, в худшем умрет. Бактерии нас окружают повсюду. И все бактерии, которые используются в разрешенных у нас биопрепаратах, это, по сути дела, природные штаммы. Ученые выделяют из природных источников, проверяют штаммы на синтез антибиотиков. Какой-то штамм больше продуцирует этих антибиотиков, значит этот штамм лучше, его включают в состав биопрепарата. Причем, прошу заметить, мы слышали о том, что антибиотики не очень полезная вещь. Но те антибиотики, которые выделяются бактериями, входящими в состав биопрепаратов, они по большей степени безопасны для человека, они накапливаются и работают очень точечно. Бактерии, в принципе, мы с ними встречаемся регулярно, мы их пьем в йогуртах, употребляем в пищу. Мы знаем, что когда мы лечимся антибиотиками, нам рекомендуют употреблять линокс. Это, опять же, бактериальный препарат, но препарат, который предназначен для человека. Что касается грибных, то же самое. Препарат, который изготавливается на основе грибов, допустим, это триходерма, баверия, многие другие. Они, как правило, используют в своем составе, опять же, природные штаммы грибов. Ничего нового и, соответственно, никаких мутантов и никакого вреда для человека. По сути дела, они и так всегда есть у нас в почве на огороде. И, внося дополнительно, мы рассчитываем на то, что почва, у которой баланс между полезными и вредными микроорганизмами нарушен. Мы, внося микроорганизмы, грибы, пытаемся этот баланс настроить, привести в норму. Что такое баланс? Все мы знаем, что даже навоз не рекомендуется использовать тот, которому меньше года. Почему? Потому что в нем еще не достигнут как раз тот баланс между полезными микроорганизмами. Простейший пример. Молоко, оно скисает, но прежде чем скиснуть, никто его пить не будет, когда оно начинает портиться. Употребление такого молока грозит отравлением, в лучшем случае. Но проходит несколько часов, день, и это молоко уже можно употреблять. Это скисшее молоко, простокваша, пожалуйста. То же самое происходит и в компостной яме. И вообще, мой основной совет, конечно же, все биологические препараты первым делом лить туда. То есть, в компост. Пройдет некоторое время, там установится равновесие. И этот готовый субстрат, где грибы и бактерии пришли к некому согласию, к некому равновесию. Именно этот субстрат и будет самым лучшим удобрением. Почему я так считаю? Потому что даже полезный микроорганизм, гриб ли, бактерия ли, способны подтеснить не только плохие патогенные микроорганизмы, бактерии и грибы, но и хорошие. И если у вас на участке постоянно хороший урожай, отсутствие болезней, я бы не рекомендовал в принципе напрямую вносить туда что-то новое, дабы это равновесие не нарушить. Ну и небольшой экскурс в мир водорослей. Препараты на основе водорослей используются для орхидей. Они образуются образный биоциноз в горшке, где субстрат для орхидей и грибы. Грибы и грибы вместе с водорослями поставляют питательные вещества для орхидей. Тут тоже бояться нечего. Все это берется из природных источников. И в конце моего видео пожелание. Не бойтесь использовать биологические препараты. Но не используйте их, если у вас нету в этом надобности. Если у вас на участке и так все хорошо. И желаю вам всего хорошего. Кто еще не подписался на этот канал, подписывайтесь. Ну и конечно же, задавайте вопросы в комментариях, чтобы я знал, какое видео будет следующим. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»